друзья всех приветствую на экране вы видите угло шлифовальную машинку коротко их называют уши м а в простонародье называют болгарка это у нас на работе такая машинка есть наличие работаем ею каждый день видео снимаю для тех кто в разумиях какую уши м ку взять какую болгарку себе купить да и вообще для тех кто в теме инструментов небольшой обзорчик как от реального пользователя данной машинки на работе она у нас каждый день вот я ее кручу верчу сейчас перед вами для того чтобы ее разглядели сразу что она себя представляет а представляет она из себя уши м вот с таким названием это название для французского гипермаркета строительного всем известно и это их не как бы бренд достаточно надежный бренд вот уже вот в это время в наше время да это стал хороший бренд с большим но с высоким качеством от нормального китайского производителя гипермаркет размещает заказы на изготовление различных инструментов под своим брендом в китае на вот хороших заводах официально все сертифицировано и надежно так скажем да эта машинка у нас каждый день в работе нареканий по ней нету как бы это мнение такое мое до отзыв и вот сейчас хочу вам некоторые нюансики здесь описать что она себя конкретно представляет в первую очередь начну с клавиши включения вы видите она здесь не кнопочная а куркового типа с таким вот предохранителем с язычком который нужно вот так отжать а потом прижимаете непосредственно саму большую клавишу она достаточно из плотного материала сделано ничего здесь не западет если у вас правильные руки вы никогда не сломаете в машинке вот эту деталь это вот такая клавиша включения сейчас я попозже вам продемонстрирую как машинка запускается кстати про корпус сразу говорю из плотного пластика сделаны симпатично тактильно как бы приятно держать в руках плотный такой и по охвату руки сразу хочу вам показать вместе с кнопкой то есть тогда вот вы будете зажимать достаточно она компактно лежит в руке рука не будет уставать вот эта резиновая накладочка здесь обдув двигатель бронированный мы разбирали это болгарка 125 миллиметров диск про редуктор что я хочу сказать вот так вот он своеобразно выглядит не как у всех вот с такими вот выемками здесь вот такие две штучки такие это подставка как бы то есть когда вы разворачиваете она как бы стоит на ножках вот выглядеть вот редуктор не нагревается проверено он тепленький конечно же но не нагревается количество смазки там достаточно шестерня косой зуб на игольчатом подшипники подшипнику от самом валу прямом от двигателя и передача сама шестерна насажена на шкив с игольчатым подшипником если разумно применять данный инструмент достаточно живучий инструмент повторюсь что она у нас каждый день в эксплуатации и все довольны она без регулировки сразу говорю бывают такие модели с регулировочкой но у нас без режем ею и металл и кафель и дерево но зависит от насадок конечно от дисков кожи быстро регулируемый здесь вот такая вот клавиша но так вот отщелкивается в виде карабинчик а вот видите и можно регулировать быстро диск положение выставлять и застегивать причем клавиша вот это вот карабина она достаточно смотрите спрятана туда поближе к шпинделю болгарки шпиндель болгарки m14 как у всех и достаточно очень удобно отрегулировать надо возиться с отвертками шайба здесь комплекте идет прижимная стандартная как у всех но можно опционально купить себе противозаклинивающую быстро зажимную в данном случае у нас все в классическом виде и откручивается она обычным фланцевым ключом который вот спрятан в рукоятку инженеры предусмотрели вот такую нишу рукоятка длиннее чем у обычных болгарок она резиновая но не антивибрационная достаточно удобная такая и вот здесь прячется ключ вот с такими зубчиками по краям это чтобы вот отсюда ее вытаскивать из этого не терять что очень удобно кстати ну естественно вот этим ключом легко откручивается диск против часовой стрелки накручивается по часовой закручивается сильно затягивать не надо чтобы он не прикипел и на редукторе вот здесь интересная такая клавиша она достаточно адекватная она под палец она не выпирает вот посмотрите видите она спрятана там за подлеска редуктор оранжевая ее легко заметить ну и вот зажимая вот эту клавишу вы блокируете шпиндер вот видите он блокируется то есть там шкив такой попадает специальное отверстие выемку в шестерне опять же таки с косым зубом и здесь вот этот шкив он железный металлический не не пластмассовый как многих болгарках бюджетного варианта не знаю для чего это сделано в других болгарках здесь металл провод с таким усилителем усилители резиновые достаточно вот он у нас всегда под нагрузками провод сам не толстый и не резиновый на морозе будет любит но он достаточно длинный где-то четыре с половиной метра вилка вот такая друзья мы давайте обратим внимание на ошибки этого инструмента где указано что это 800 ватт на машинка модель 800 а g2 тире 125 и 5 название соответствующая серийный номер ну и все вот основные здесь параметры разглядите в общем неплохой аппарат классная тема очень понравится дачника вот я просто уверен что это дачников зайдет такая машинка это болгарка конечно же это бюджетный вариант если сравнивать ее с именитыми какими-то суперпроизводителями то как бюджетный вариант это достаточно живчик очень удобный очень адекватный живчик инструмент опять же таки показываю для вас вот этот инструмент для всех чтобы вы понимали если вы перед выбором стоит ли брать или не стоит мое мнение такое что стоит потому что вот у нас дрелька есть наличие от этого производителя она выдерживает достаточно мощной нагрузки не чихает не кашляет работает в других видео можете посмотреть по ссылочкам в описании канала вообще зайдите на канал да подпишитесь посмотрите там много про инструментов и вот сейчас я ее запущу включу посмотрите как она запускается к слову сказать у нее нету плавного пуска но работает достаточно нежненько и приятен кто имеет дело с болгарками так сказать и кто в теме он поймет что нормальная тема опять же повторяюсь бюджетная это вам не именитые супер хупер немецкие японские американские какие-то бренды это такой сублимированный бренд от французов для ихнего французского гипермаркет но так как они европейцы то они придерживаются скажем европейского качества вот ну как собственно и все хотят придерживаться высокого качества даже российские инструменты тоже стремятся качество но у нас российские инструменты почему-то не очень сильно представлены а есть только китайские псевдо российские бренды ну а вот этот бренд все таки больше к импорту относится когда имеет отношение но давайте посмотрим как она работает друзья болгарочка включается опять же напомню путем отжатия вот этого предохранителя видите он на пружинке здесь подпружиненный и вот прижатием вот этой клавиши корпусу ладонью и вы сейчас увидите как она запускается смотрите она с небольшим рывочком прижимать надо если вот так вот ее держать надо посильнее вот видите как ее немножко подергивает это означает что нет плавного пуска да он тут и не нужен она легкая маленькая компактная кстати про редуктор хотел сказать в редукторе три положения вкручивания ручек с левой стороны с правой стороны и сверху очень удобно достаточно тоже есть любители которые любят вкручивать ручку вверх в принципе удобно даже резание так держится машинке ну как режет я не буду показывать потому что и так всем понятно смысл видео в том что посмотреть стоит ли брать не стоит она достаточно мощная крепкая такая она и падала и все не разбивается и у нее нет никакой там тряски излишне знаете она такая плотненькая и не нахваливаю а просто вот мнение свое высказываю что работают безупречно и безотказно французско-китайская машинка еще раз разглядите но вот это вот тема вот этого быстренько менять на бюджетные болгарки предусмотрена вот такая замена есть вот такой кожух на российских болгарках от фирмы лепса данном кировки кировские болгарки шлемки вот у них такое есть мы там говорят слишком выпуклый вот этот вот так называемый карабин который вот сюда торчит когда диск расходуется получается что неполный объем диска вытачивать до шайбы не достает мешает вот это вот ну и на заготовках тоже а здесь в данном случае не мешает если мешает да то отстегиваете разворачиваете немножко по-другому кожух и допиливаете как вам надо вот и все вот такая вот болгарочка